Друзья, привет! Харьковская зерновая уже мчит на Киевберфестиваль! Да, Игорек! Игорек! Что, заснул что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто смоль... Без примесей, без ничего, без вишен, без... Чистый, да? Не с ложонки, чистый стал, чистый ячмень! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребятки, встретились с молодыми начинающими пивоварами, которые только-только... Через сколько у вас аттестация будет? Через неделю! Через неделю аттестация... Цех номер пять называется... И старыми динозаврами! И старыми динозаврами! Самыми... Опытными... Самыми... Ну, по-моему, самыми опытными, да? В нашем... Сегменте... Я... Я себя уважаю, но я... Не могу сказать, что я самый опытный... Но... А мы тебя не спрашиваем, мы и так знаем... Вот... Что скажешь... За свое... Развитие? Ну... Недавно... Насколько я знаю... Ты же... Ушел от Альбира и... Начал... Да... Альбир это был очень интересный опыт... Очень интересная история, да? С очень интересным потенциалом к развитию... Мы смотрели тоже интересные на Альбире сорта... Рекорд Украины поставили... Валерий Барлевайн... Максимально алкогольный... Но что я хочу сказать... Очень приятно, что все-таки крафтовый рынок... Крафтовой пиварни... Потенция к развитию... В лице молодых ребят она развивается... Ну да... Молодая пора... Не прекращается... Ребята приходят с новыми знаниями... С новыми веяниями... С какими-то интересными идеями... Но главное не навреди, как у доктора... Вы должны понимать, что вы будете говорить... И что получится в финале... И это очень классно... То есть тенденция к развитию нашего рынка... У нас 267, по-моему... Пивоварен в Украине... Ну да... Где-то так... Если в Польше... Скоро 8... Если в Польше... Там около ползари тысяч... Америка... Восемь с половиной тысяч... Да... Италия... Больше тысячи пивоварен... Хотя бы винная страна... То есть у нас есть тенденция к развитию... Есть пивоварни... Которые выпускают... Больше 20 миллионов... Меньше... Около миллиона... Есть пивоварни... Которые выпускают... Аля Фанатика... Экдиби... Которые выпускают... Есть маленькие... Вот этих маленьких пивоварен... 237... Да... А заведений... Куда это все продавать... Их намного-намного больше... Но... Качественный продукт... Всегда найдет своего... Потребителя... И... Всегда... Вы будете в тренде... Если будете варить... Очень качественно... Интересное пиво... Тогда скажи... Куда ты перешел... И... Что... Какие планы? Новости... Новости... Да... Да... Это уже не инсайды... Мы... 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 Руководителем... Проекта... Собственная броварня... Мы... Из Сильпо... Сейчас... Запускаем... Собственное пивоварение... Собственный... Скажем так... Будем делать... Классный... Локальный продукт... Сначала в Киеве... Возможно... Потом расширимся... Масштабируем... На всю Украину... Закупаемся... Оборудование... Хорошее... Причем... Оборудование... Сразу... Делаю... Под свои требования... Чуть шире... Фильтерчан... Охлаждение... Перед Вирпулы... Все... Свои наработки... Ошибки... Все... Делать там... Хейзи... Чтобы охмеление... Шло хорошо... И... Компании... Многие... Идут... По пути... Скажем так... Лояльности... К пивоварам... И делают не так... Вот... Мы вам... Сделали оборудование... И варите 4 сорта... Нет... Вы сейчас оборудование... Заказывайте под себя... Хотите варить новую школу пивоварения... Американскую... Одно... Хотите варить классику... Можете поставить... Открытые чаны... Да... С отображиванием в фарфасах... Там... Это тоже... Классика... Она всегда вечна... Классический пив с отварками... Это... Тема... Когда никогда не угаснет... Сумасшедшее... Вкусное пиво... Ну да... Это классика... Да... Декопция... Это очень вкусно... Раньше в Советском Союзе... Она считалась... Декопция... Для уменьшения затрат... Там... Можно добавить что-то другое... И отварить... А... В реале... Это для вкуса... Самый вкусный... Ческий пив... Это с двойной... Тройной... Декопцией... Ну да... Там мелодинообразование... Вот эти вот... Нюансы мелкие... Джерман пив... Да... Он более сухой... Хрустящий такой... Там можно и... Инфузией это все сделать... Да... Так что мы... Входим в этот рынок... Вместе с Козе Группой... Будем развиваться дальше... Понятно... Очень хорошая база... У нас есть свои магазины... У нас есть свои потребители... Да... Все самое главное... Что у вас есть большой рынок сбыта... И... Это... Одно из главнейших условий... На сегодняшний день... После ковидной эпохи... Да... Бизнес-модель показала... Если у тебя есть... Свои точки реализации... Ты... Чуть-чуть защищен... Но если ты еще... Свои продукции продаешь... В бутылке... Или в банке... В хорике... Ты еще больше защищен... Потому что... Представь... Все рестораны закрылись... Маленькая пивоварня... Как ей выжить... Фактически... Если она работала на ресторан... А через магазины норм... Да... 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 Я заметил... Что сельфогруппы... Они стали более лояльны... Для крафтовых пивоваров... Я заметил... Очень много... На их полках... Начинают появляться... Собственно... Все те вовары... Это одна из первых компаний... Которая... Выработала ту модель... Которая действительно... Лояльна к нашим крафтовикам... И... Абсолютно любой крафтовик... С качественным продуктом... Может... Отправить свои образцы... На дегустацию... Если они качественные... Они попадут на пол... Ну... После определенных процедур... Это всегда классно... И мне это очень импонирует... Что сельфогрупп поддерживает... Держит этот баланс... С крафтовиками... Нашим... Ну... Сейчас их немного... Это правда... Там... ФДБ... Варвар... Андервуд... Эээ... 2085... Да... То есть... Ну... Понятно... Есть... Немаленькие заплаты... На оборудование... На упаковку... Это все... Но... Это того стоит... А у них есть какие-то правила... Именно объемы? Например... У Харьковской биоварки... Может участвовать в продаже... Сельком у себя в Харькове? Да... Может... Даже с моими объемами... Надо общаться... Да... Но если ты будешь в этом регионе... Закрывать их и магазины... Если Харьков... Например... Там два или три магазина... Или один... Я не помню сколько... Ну... Плюс регион... И можно поставить... Так что в Днепре... Например... Киевские пиварни... Они зашли на нашу виду... Киев... Киевская область... И... Сейчас масштабируется на всю Украину... Если позволяет мощностям... Ну тихо... Да... Можно с вами сфотографировать? Можно... Можно... Мы очень любим ваш фото... Спасибо... Приятно... Аплодисмент... 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 Живой? Нет... Не живой... Не надо... Это не живой дитька... Нет... Не живой... Ты обещал что-то мне там... Угостить... Вот Сережа не живой... Или... Или Сережа живой... А я понял... Божоми... Лечимся... Что это громко... Ни хрена не слышно... Сейчас отойдем... А это еще не громко... Вчера было громко... Вчера было... Громко я видел... Как вы толковали... Громко... Да... Да... У Илюхи там этот... Грива такая вот... Летала... Лучшее пиво с утра... Или под жареную картошку... Или под водку... Это... Это что? Это... Томатное газе... С розовой солью... С перцем табаско... На... Торфеноме... Вискарном солоде... Вот такое типа... Питает немножко... Блядь... Я даже не запомнил... Что ты сказал... Ну и бать... Куча всякой хуйни... Намешали... Для того чтобы... Я смог пить томатный сок... Потому что у меня... Томатного сока изжога... А от пивасика нет... Вот это уже лучше... Давай... Сделай глоточек... Расскажи... Да... Это оху... Бля... Я... Я не матерюсь у себя... Но это круто... Женя... Это круто... Да... Это супер баланс... Мы любим фестивали... Наша броварня... Отвідує майже всі фестивали... А... Ну в целом... Это... Найслабший... Фестиваль... Який бывший... На платформе... З часу... Проведення... Першого фестиваля... Пятница пустая была... Но... Тим не менее... У нас... На вчерашний день... Был солд-аут... Мы сьогодні довозили пеги... И... Мы не расстраиваемся... Мы далі набираем свою дикую... Шаленую популярность... А... Поважайте... Хороше... Якисное пиво... И Дитька... Ну... И не только Дитька... Вообще... И Харьковська зерна Ва Брава... Их... Всех... Всех... Крафтовых пиво... Всех... Крафтовых пиварня... Но Дитька больше... Не то... Не... Подожди... Если ты себя называешь... Крафтовых пиварня... А не крафтовых пиварня... Таких можно? Крафтовых пиварня... Короче, все... Ладно... По-любому... А мы шутись там палатки поставили... И спали... Того даже надо деваться... Харьковчане, да, как состояние утреннее, лечимся, лечимся, утренний, утренний мацион, да, да, понятно, чем, чем можете тоже полечить меня, а то, а дитька сейчас, этот, табаска, ну, неплохо зашло, так легло на душу. Ипашечкой можно подлечить? Не, ну, ипашка, с утра ипашка на больную голову. Можем манго добавить, табаска. Манго-табаска будет? Да, манго-табаска, кстати, томат. Посмотрим, что такое? Манго. Не, 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 много, много. Много? Много. Манго. Вот такая штука, вот такая штука. Сейчас. Попробуем. Вау! Как будто разрезали манго и вот просто вот... И по челентаде. Да, 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 и носом прямо вот свежая манго. Ну, манго в кубе какое-то, точно. Ну, свежий манговый сок. Я не знаю, потом мы, наверное, под стол упаду от этого дела. Но пьется как сок, просто как сок. Вы вообще что-то с ним делали? Или просто сок закарбонизировали? Не, не, ну это пиво, естественно. И добавили все, что надо. Все, что надо, добавили, но все равно получился сок, да? Да. Круто. Ну, как раз, да, если бы там не было пиво, просто сок. Круто. Харьковчане the best. Пусто, грустно, в воскресенье. Что-то есть, давай, бокал. А что есть? Помогать? Не, 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 ты мне скажи сначала, что есть. Давай попробуем ПЛЛ с брошенными дрожжами, светильом Нельсом, Савидом. Нет, с утра такое нельзя. А, он дует еще, в 5.5. Ты меня убьешь сразу с утра, и все. Я вообще не убью, это же не барный канал. Кисляк, у вас знаменитый есть? Чуть-чуть есть. Давай. Микросауру па. Это что? Микросауру па. Алкоголя там практически нет. Микросауру па. Много, не, 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 не. Это легенько, конечно. Микросауру па. Микросауру по алкоголю или по сауру? По сауру тоже па. И по тоже микросауру. Короче, полное микросауру. Давай, давай, седем, что-то. Так. Так, будем пробовать. Аромат. Аромат хмелевой. И уже в аромате кислинка чувствуется. То, что надо. Попробую-ка и я. Прям кисленькая. Как на душу легло. Как самому? Устал. Устав. Ну, третий день, конечно. Организм железный, что ли? Организм железный. Насвеживается, что-то. Понятно. Мад пищикам приедем. Счастья, всем здоровьем. Чтобы все у вас было хорошо. Чтобы на дыхание было. И не пейте три дня подряд. Да, и старайтесь пить, да. Не три дня подряд. Делайте перерывы небольшие. Небольшие. Понятно. А что нам кабаны скажут? Что ты хочешь? Костя, как выжил-то третий день? Да, нормально потихонечку, собственно говоря. Помаленечку. Вроде живы пока. Вроде пока живы, да. Стараемся, знаешь, стараемся. Ну, отлично, ничего, бодренький, розовый такой. Ну, это все-таки опыт. Как бы опыт не пробьешь, правда, да? Хоть и пытаемся. Да, хоть и пытаемся, как говорится. Ковидка, конечно, внесла свои коррективы. Давненько уже фестивали не катали. Но, знаешь, все равно старых волков на мякини не пробить. Понятно. Так что так. Ясно. Ну, рад, что живы. Будем живы, не помню. Солодок. Ваня. Да. Ты вчера был, ну, мягко скажем... Что, можно и группа? В тотале. Да, 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 да. Такой. Я думал, ты сегодня или после обеда придешь, или вообще не придешь. Нет, очень серьезный ответ на люди. Не то, что этот Алексей Грусткий. Пили вместе, а он почему-то к двум приходит. Да. Работники работают, а он, блин, отдыхает. Да. Ну, я смотрю, бодренькое состояние, да? Бодренькое, но людей мало, поэтому немножко грустненькое. Да, грустненькое. Где-то в глубине души, знаешь. Поэтому я решил, думаю, я, наверное, напью сейчас, и мне будет веселее. Ну, как вариант. Пробовать стоит. Как вариант, а чего нет? Я тоже думаю, вот сейчас полечусь немножечко. Ну, и немножко будет веселее. Не буду ходить в рабочее состояние, да? Да, да, да. Третий день надо отработать. Вот и кончился фестиваль, уже 11-й час, воскресенье. Завтра всем на работу, поэтому уже многие собираются. И завтра грузимся, и все по домам. Да, да. Вот, ребята уже поднакидались. Поднакидались. Пустенько. Заканчиваем. Женя, все. Фестиваль закончил. Всем пока. Ну что, друзья мои, фестиваль закончен. До следующего фестиваля. Пока.